Всем привет, с вами Дженникус. Как вы знаете, в сети уже стало появляться множество различных утечек кадров. Давайте рассмотрим наиболее интересные вещи. Сначала рассмотрим технические детали, а в конце сюжетные. И перед сюжетными я предупрежу вас о возможных спойлерах, чтобы в этой части вы успели отключить видео и не смотреть дальше, если боитесь проспойлерить сюжет. Но сначала о технических деталях. На лондонском турнире мы увидели в бою новую механику. Чип эвоидит. Когда у игрока остается мало хп и удар в чип дэмэдж теоретически должен его убить, то вместо смерти у него от заблокированного удара отнимается 1 бар защитного метра и при этом чип наносит дэмэдж, оставляющий у игрока всего 1 единицу хп. Далее при блокировке удара, который в чип должен убить, противник с последним баром метра блокирует этот удар и у него снимается последний бар дэфенсив метра и при этом чип дэмэдж не убивает. Эта техника последнего удара называется last breath, последнее дыхание. То есть новая механика направлена на то, что игрок не может убить своего противника чипом пока у того есть защитный метр. Вместо хп он отнимает именно этот метр. А когда уже метра нет, тогда и наступает смерть от чипа. Далее, игра в раннем доступе попала к игроку Черный Волк. В Injustice 2 он успешно играл за Блэк Манту. Игрок, кстати, имеет русские корни. Он назвал Фрост Акваменом, пока непонятно что подразумевая. Также он написал, что Нуб Сайбот и Скорпион точно входят сейчас в топ 10 персонажей. Нуб возможно в топ 5. Рейда надстой, Сап овощ, Фрост тоже овощ. Ко всему прочему, Черный Волк выкладывает видео с комбами разных персонажей. Ссылка на его твиттер будет в описании к видео. Никки выложил список DLC, которые идут вместе с премиум изданием на Nintendo Switch. Там 13 DLC. Странно, что дата указана 31 декабря 2019. Скорее всего эта дата просто предварительная. Другое дело, что это, скорее всего, 6 DLC персонажей и 7 премиум костюмов. Но другая версия, что это Шао Кан плюс 2 комбат пака по 6 персонажей. Появилось несколько скриншотов крипта. Он действительно будет играться от третьего лица, в отличии от крипта в Mortal Kombat 9 и Mortal Kombat X. Лирическое отступление. Мне в личку сегодня написал вот этот товарищ. Что к чему, непонятно. Но доступ к своей странице он мне заблокировал. Странный хейтер. Перед тем, как переходить к спойлерам, поговорим о ложных утечках. Первое. Не верьте этому скриншоту. Это фотошоп. Дэдпул не появится в игре. Причем этой картинке уже примерно месяц. Она впервые появилась в марте. Но почему-то меня вдруг начали спрашивать именно сейчас. Будет ли Дэдпул? Запомните. Все слухи о Дэдпуле родились из этой картинки месячной давности. И даже сам автор этой картинки давно признался, что это фотошоп. Второе. Это ложный скриншот игры. Мерси, скорее всего, не будет. По крайней мере, этот, так сказать, скрин ложный. Третье. Достаточно качественная, но по всей видимости, все же подделка. DLC пак с тремя персонажами Синделл, Найтвульф и Рейн. Ко всему прочему, рейтинг тут Ти, то есть 14+. Что совсем не сопоставимо с действительностью. А теперь давайте поговорим о спойлерах. Если вы не хотите сюжетных спойлеров, выключайте видео прямо сейчас. И просьба тем, кто будет комментировать видео, не пишите в комментах о том, что увидите и услышите здесь. А тем, кто не хочет спойлеров в комментах, на всякий случай игнорируйте комменты, потому что спойлеры там все равно могут проскочить. Итак, поехали. В сюжетке в качестве NPC появляется Сектор и Сайрокс. Каждый со своим полным набором уникальных мувов. Как мы помним, Эд Бун говорил, что в игре не будет играбельных NPC персонажей Mortal Kombat. Так что ж, он нам наврал, либо роботы появятся в DLC паке. Лю станет старшим богом, либо защитником земного царства, сменив на этом посту Рейдена. Причем, по всей видимости, в конце сюжета. Это же картинка платинового трофея. Гора лежит мертвый на арене Логова Гора. Но это еще не все. Кенши тоже мертв. Так что... Фрост действительно киборг. Это ясно из интро против Саб-Зиро. А теперь сюжет. В первой главе мы играем за Кейси Кейдж. Отряд спецназа прорывается к крепости Люкана и Китаны, где ревенанты Кабал и Джейд поклоняются отрубленной голове Шинока. Они уничтожают крепость, но в этой же первой главе погибает Соня. Очень драматичное окончание главы. Джонни Кейдж, обнимающий плачущую дочь. Позже появляется Кроника и поворачивает время вспять, восстанавливая разрушенную крепость. Вторая глава. Играем за Котал Кана. Первый бой против Бараки. Второй против Скарлетт. Третий против Эрона Блэка. Вторая глава заканчивается тем, что Девора сообщает Шаокану, что она убила Мелину, чем разозлила его. Затем появляется Кроника и обещает Шаокану, что тот снова взойдет на трон. Но для этого надо убить Рейдена. В третьей главе мы видим Кунлао и Люкана из прошлого. То есть добрые версии. Первый бой против Скорпиона и Джейд. Причем мы можем выбирать, за кого играть. За Люкана или Кунлао. Далее. Сражение со своими ревенант версиями из настоящего. Четвертый бой в третьей главе. Люкан и Кунлао против Гераса. Появляется молодой Рейден, который пытается восстановить таймлайн и не стать злым после победы над Кроникой. Четвертая глава. Саб-Зиро и Скорпион в лаборатории Линквей. Они сражаются против Сектора и Сайрокса. В итоге Сайрокс погибает. Его разбирают на части. Далее Скорпион либо Саб-Зиро на выбор игрока сражаются против Нуба Сайбота. Затем Скорпион против Сектора. Сектор проигрывает, но его спасает Фрост прямо перед тем, как Скорпион собрался его уничтожить. Пятая глава. К Джаксу приходит Кроника. Она хочет, чтобы Джакс боролся за нее. Она говорит, что только в этом случае его дочь выживет. Ему просто надо ей помочь. Джейд из прошлого встречает себя в виде ревенанта. Завязывается бой. Джейд побеждает Девору и спрашивает у нее, где Шан. Джейд и Коталкан хотят, чтобы Китана поговорила с Шивой, чтобы та помогла им победить Кронику. Далее бой Джейд против коллекционера. Добрый Рейден отправляется к старшим богам и просит Ситрион о помощи. Но та отказывает ему, говоря, что не может бороться против своей собственной матери Кроники. Возвращается из прошлого молодая версия Сони. И она очень недовольна, что Кесси не спасла ее. Затем появляется Эрон Блэк. Сектора в это время ремонтирует. И он снова в строю. Глава шестая. Джонни против Эрона Блэка. Сектор похитил Соню. Он же бьется против Джонни. Джонни защищает Соню. Далее Джонни против молодого Кана, который только появился. Джонни ему навалял. Но появился старый Кана, который выстреливает Джонни в ногу. Кабал и старый Кана похищают молодую Соню и молодого Джонни. Сектор умер. Он самоуничтожился гигантским взрывом. Пришел Рейден, чтобы спасти Джонни, старую версию Джакса, Джеки Брикс и Кесси. Он телепортирует их всех в безопасное место. Джейд начинает ненавидеть Котал Кана. Котал и его люди хотят убить всех воинов Бараки. Но Джейд не хочет лишних кровопролитий. Они ругаются и Джейд бьется с Котал Каном. В итоге она останавливает Котал Кана и говорит «Твое сердце такое холодное. Раньше ты не был таким». Кесси разговаривает с Соней из прошлого и говорит о Джонни Кейдже, о своем отце. Соня не понимает, как вообще могла влюбиться в Кейджа. Он совершенно не в ее вкусе. Седьмая глава. Шива восседает на троне Шоканов, так как Гора мертв. Китана, Люкан и Кунлао все из прошлого пытаются с ней договориться о сотрудничестве. Пожалуй, хватит на сегодня спойлеров. Давайте на этом закончим. И помните, не пишите спойлеры в комментариях. И пожалуйста, на всякий случай, те, кто хотят спойлеров, не читайте комментарии. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok